Всем привет дорогие друзья! С вами снова как всегда я GeoX и сегодня я вам покажу версию Майна, которая называется 1.14.02 с нововведением, которое заключается в пчелах. Это медовое обновление и в нем добавились те же самые пчелы и это без модов, это Minecraft Pocket Edition. Поехали! Скачать данную версию естественно сможете по ссылке в описании, тянуть я не буду, там будет уже с лицензией все взято, так что скачивайте. Итак, здесь у нас имеются такие интересные новые блоки. Это конечно же большой спойлер, что я не заглянул в инвертарь и не нашел все эти блоки. Но давайте я вам все-таки их так и покажу. Блок медовых сот сделан из медовых сот. Как же это логично? Я пока что так и не выяснил предназначение данного блока, наверное только для того, чтобы делать его извне. И в общем, да, вот так это все дело выглядит. Блок медовых сот, ничего лишнего. Есть также блок меда, который имеет звук слизи и он очень липкий. Ребята, это его главная такая сказать фишка. Да, он липкий и еще у него есть такая странная функция, которая позволяет вам не запрыгивать на другие блоки. Так, давайте я тут построю некую такую конструкцию. Здесь заг сделаю и здесь сделаю вот так. То есть смотрите, какая ловушка получается, если вы не сможете ломать блоки. Вы не сможете запрыгнуть ни на один блок с блока меда, потому что он слишком липкий. И другая преимущественность, это вы можете легко вот так с него спускаться. Да, интересная такая вот механика этого блока, но позаниматься по нему вы все-таки не можете. Есть также бутыль с медом, которая, как же противно звучит она. И когда я слышу все эти звуки и понимаю, что главный герой выпил целую бутылку меда, меня перекашивает. Вы понимаете, насколько это сладко? Это же ужас! В общем, смотрите. Это жесть просто! Ну и следующее, что добавилось, это, конечно же, самые наши долгожданные пчелы. Крылья которых сделаны из пузырьков, которые образуются в процессе плавания под водой. Также пчелы видят, когда вы достаете любой цветок и прилетают к вам, чтобы вы их могли накормить. Когда вы их накормите, они начинают работать на вас. И после этого летят вверх и делают зачем-то пчелёнка. Да. И потом его тоже придётся кормить. У них получилось сделать пчелёнка. Это я вас поздравляю с новым пчелёнком. И они потеряли меня. Хе-хе-хе. Так. Ты. Он свалился, что ли, сюда? Да, пчелёнок упал. Разбился. Умер. Конец. Света. В общем, жопа. Всё. Хватит жрать. Надоели. Идите работать. В общем, после того, как вы их накормите, они начнут собирать пыльцу с цветов. И начнут... Да, блин. Собирайте. Я хочу просто достать новую цветку. Всё. После того, как они начнут собирать эту пыльцу, они будут... Ну, вы увидите, как она на них присутствует. И они будут её относить в один из улев. Либо в один из диких, либо в декоративный. Как они сами захотят. В общем, давайте подождём, когда одна из них наконец-таки соберёт пыльцу. И мы это увидим. Они, кстати, жужжат так. Вот. Как видите, у них у всех появились такие белые точки. Это значит, что они собрали пыльцу. И тут одна старая пчела прилетела, которую я создал ещё до этого видео. Она прилетела сюда и начала тоже собирать цветы. Кстати, если вместо вулии нет, то она и эту самую пыльцу будет терять. Поэтому давайте я создам для неё ещё один улей специально для неё. Или вместо вулии есть, либо она тупая, я не знаю. Вместо вулии есть. Ну ты там задурор, что ли? Ну вот тебе ещё сто ульев. Наконец-то. Да, они хотят домашние улья. Просто этот пчелёнок летает за мамой. А мама тупая. И не хочет, чтобы... А не хочет заходить в улей. Всё, пчелёнок остается один. Приёмный. Ну-ка, иди сюда. Да ты дурак, что ли, иди. Куда ты полетел? Мать, сейчас с ума сойдёт. А, он мир изучает. Молодец. Ну, в общем, вот так вот. И есть ещё дикие ульи, которые можно найти висящим на деревьях. Признаюсь честно, я ещё ни одного улья так и не нашёл висящим на деревьях. Вот такая проблема. Есть ещё такая вот штука, медовый сотый. Её нельзя сожрать, как я понял. Ну, и пока что это всё, что я нашёл. Тут ещё также богофиксы, есть все дела. Новые текстуры, все вещи превращаются с другими текстурами, они теперь становятся. Ну, и вроде бы всё, дорогие друзья. Если вы знаете, что ещё добавилось в данной версии, то напишите. Я просто реально не знаю. Ну, вроде бы... Вроде бы реально ничего нового. Хм. Бутыль с мёдом. Интересно, они не перенесли так же новые эти самые эти песни? Почему не играет проигрыватель? Почему он не играет? Может быть, в новой версии это всё добавили? Нет? Я не слышу, чтобы играла музыка. Это большие проблемы. Почему? Где её найти? Как её найти? Как сделать так, чтобы она работала? Кстати, здесь у нас, дорогие друзья, ещё одна пасека происходит. Здесь я пытался записать в прошлое видео, но тот что-то не уладил и с записью. В общем, эти пчёлы здесь также живут, летают, собирают пыльцу и живут сами для себя, так сказать. На удивление, сколько они здесь ещё не проработали, я не вижу, чтобы улей был наполнен мёдом. По сути, когда мёда там становится овер дофига, то, собственно, в улье, там даже видно, как оттуда мёд вытекает. Но почему-то сейчас этого не произошло, хотя прошло уже минут 10. Так, тихо, что-то пролагало сейчас. В общем, в новом обновлении немного лагает дальность прорисовки, но это бета всё-таки. Да, если у вас нету этих пчёл, то просто включите экспериментальный игровой процесс. Так, я сейчас нырну под воду. Интересно, они тут motion blur этот сделали. Решал сейчас под водичкой немного поплавать под водой, да. Так, тут у нас плавает осётр. Так, ну это вот, собственно, как вы видите, как процветает майн постепенно, как он становится совершенно другой игрой. Да, в него уже пчёлы начинают потихоньку добавляться, всякие новые мобы. Интересно, какие добавятся в 1.15, потому что совсем скоро он должен выйти, потому что было голосование за новых мобов и за новый биом. Да. Спаунер монстров. Рор. Так, это очень старый блок, помню его ещё с очень старых версий. Смотрите-ка, он имеет новую текстуру. Хм. А чё, он только монстров спавнит, я забыл. Сейчас давайте опробуем это на коте. Котик будет жариться. Нет! Так, есть там кот внутри или нет? Или кота зажарили? Коты заспавнились, а кота внутри клетки нет. Интересно. В общем, дорогие друзья, я не знаю, что ещё рассказать о данном обновлении. Но видео как-то нужно растянуть до 10 минут. Как же это сделать? Просто делать ничего. Это, конечно, никуда не годится. Ну, давайте я выйду тогда из игры. И я вам покажу новую картинку для заднего плана. Как видите, вот, в заднем плане имеются у нас пчёлы. Вон, 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 видите, вон улей висит на дереве. И там мёд показывается из него. То есть, вот, как-то так это должно выглядеть. То есть, рядом на деревьях должны висеть ульи. Но вот почему-то я не находил таких деревьев, на которых этот самый улей висит. Вот такие вот не очень-то и хорошие новости. В настройках, дорогие друзья, настройки всё так же продолжают улучшаться, добавляться новые. Так, что это такое у нас здесь есть? Хм, ясно. Действует. То есть, они здесь новые всё сделали. В обучении наверняка что-то новое добавили. Я же не слежу за этим. Они его обновляют каждый раз. Я прочитал вместо печка пчела. Ну, кстати, насчёт пчёл я вообще ничего не нашёл в обучении. Питомцы, волки, кошки, попугаи. Налёты. Деревни для налёта. Если захватить знамена мародёров, они могут атаковать ближайшую деревню. Ближайшую деревню. Атака остановится, если перебить всех налётчиков. А вот это совершенно новое. Я этого раньше не видел. Селяне, скорее всего, будут очень признательны вам за спасение от налётчиков. Но не забудьте вернуться к ним и заключить выгодную сделку. Ясно. Ясно. Ага. Ясно. Ничего не сказано про пчёл. Хм. Ладно. К чему ещё придираться? К пчёлам, что ли? Ну что ж, дорогие друзья, вот такое обновление было. Всем спасибо за просмотр. Оцените данный видосик лайком. Подпишитесь на канал. С вами был Юг СГД. Всем удачи. И всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok